Африканская саванна. Родной дом для десятков видов антилоп. Здесь есть такие антилопы, такие, такие и даже такие. Однако героем сегодняшнего ролика станет вот этот черно-белый красавец с огромными изогнутыми рогами. Вы на канале Знай ТВ и сегодня у нас на разборе черная саблерогая антилопа. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Вот такой интересный солет в форме сердца оставляет наш сегодняшний герой. Знакомьтесь, это африканская черная антилопа. Красивая и грациозная, но одновременно очень вспыльчивая животная. Ее размеры позволяют себя так вести. Ведь высота в холке может достигать 130 сантиметров, а масса тела более 200 килограммов. Она принадлежит к роду лошадиные антилопы, отличительными чертами которого, кроме больших размеров, является заметная гриба на шее и длинный хвост с кисточкой на конце. А кроме того, отличить животное можно по окрасу, ведь такую яркую черную шерсть мало с кем спутаешь. Однако так выглядят только самцы и только взрослые. Самки и молодые самцы обычно довольствуются красно-коричневой шерстью. Ну и, конечно, нельзя не отметить рога. Они не только очень крепкие и острые, но и достигают до полутора метров в длину, при этом загибаясь назад. Благодаря этому животное получило второе название – сейбл. Рога, кстати, имеют как самцы, так и самки, но размер их, естественно, отличается. Обитают черные антилопы только в Африке, да и там населяют относительно небольшую территорию на юго-востоке материка. Однако их современный ареал практически в точности совпадает с историческим и выбирают для своего обитания антилопы – саванны с высокой сухой растительностью и редкими деревьями. Ведь именно такая трава является основным источником пищи. Хотя изредка они могут поедать и листья деревьев. А вот далеко от воды антилопы никогда не отходят и сильно зависят от нее в сухой сезон. Любят они и грязь, которая отлично защищает тело от кровососущих насекомых. Правда, в таких лужах всегда есть своя иерархия, и нужно быть осторожным. Да и от своих тоже можно получить, ведь обитают черные антилопы группами до 30 особей. Во главе такой группы стоит альфа-бык – взрослый и сильный самец, способный защитить свою территорию от притязаний конкурентов. Он часто ходит, выгибая шею назад, чтобы казаться крупнее. Но желающих увеличить свою территорию всегда хватает, и отстаивать свои интересы приходится часто. Тогда-то антилопы и скрещивают свои костяные сабли. Это крайне опасное оружие, и в подобных битвах можно получить сильное ранение. Но никого не отпугивает подобный исход. Антилопы даже встают на колени, поджимая передние ноги, чтобы было сложнее их поддеть. И подобные поединки проходят очень активно. Только посмотрите на скорость реакции бойцов. Такие битвы особенно опасны в загонах, где проигравшему некуда скрыться. Поэтому самцов стараются держать поодиночке. Или надевают на рога специальные трубки. Но даже с такой защитой это очень опасный зверь, и человеку следует быть максимально осторожным с саблерогой-антилопой. В дикой природе проигравший обычно убегает, а победитель подтверждает право на свою территорию. Теперь во время гона он может загнать на нее больше самок. Тогда-то бык начинает оказывать знаки внимания, и вот такими нехитрыми движениями он пытается завоевать расположение дамы. В группах самок, кстати, тоже царит жесткая иерархия, и они часто выясняют отношения друг с другом. Ну, или с другими видами антилоп. Да и молодые телята тоже очень часто дерутся. В общем, все у черных антилоп решается силой. Интересно, что телята обычно сбиваются в своеобразный детский сад, за которым присматривает несколько молодых самок. А молодые самцы организовывают собственные холостяцкие группы и живут в них примерно до достижения шестилетнего возраста. Но опасность в Африке поджидает на каждом шагу, и те же гиеновые собаки могут попытаться напасть на антилоп. Тогда Сейбл старается отойти ближе к воде, ведь там легче защищаться. Он не подпускает к себе охотников и делает выпады, атакуя передними ногами. А в случае необходимости антилопа может зайти в воду и атаковать уже оттуда. Так что, как правило, гиеновые собаки быстро отказываются от этой идеи. А вот гиены уже более опасны, благодаря своим размерам. Однако и они не решаются нападать на не самую большую саблерогую антилопу. Ведь вот что может ожидать того, кто захочет напасть. Антилопа мастерски крутит головой, атакуя львицу то с одной, то с другой стороны. И кошка быстро убегает прочь. Не поела, зато размялась и искупалась. Хотя, конечно, не стоит забывать, что это травоядное животное. И если львов много, они добудут себе антилопу. Хотя и ценой травм. А черная антилопа может пойти в атаку даже на носорога. Посмотрите, как она прижимается к земле и атакует рогами. Первый носорог побежден, осталось еще два. Но антилопа продолжает нападать, передвигаясь своей фирменной походкой. И гигантам ничего не остается делать, как отступать. Правда, такие большие рога стали проклятием для всего вида. Ведь черная антилопа является желанным трофеем любого африканского охотника. Она очень быстрая и осторожная, что только подогревает интерес к охоте. Но, конечно, против современной оптики и транспортных средств шансов у животного нет. В настоящее время на черную антилопу разрешена охота, и лицензии выдают все государства, на территории которых обитает. Но охота ведется под контролем местных представителей, и в прицел попадают только взрослые старые быки. Благодаря этому численность антилоп сейчас составляет примерно 60 тысяч особей, и вид не вызывает опасения у исследователей. Вот такая своенравная и опасная оказалась эта африканская антилопа. Надеюсь, было интересно и ролик вам понравился. Тогда не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, про кого рассказать в следующий раз. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь. Ненадолго. Пока.